Сегодня в Казани гала-концертом завершается 33-й международный оперный фестиваль, устроители которого считают главным символом притяжения в Казань имя Фёдора Шаляпина. На гала звучат оперные хиты, а также фрагменты из редко исполняемых постановок и даже джазовой композиции. Изюминкой заключительных дней становится и явление хора на аванс-сцене, исполняющего сочинение из репертуара Фёдора Шаляпина. Подробнее в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. Выход в свет заканчивается на торжественной ноте с уже знакомыми мизансценами. Именно в эти вечера выражение, что весь мир театра и все мы в нём актёры, приобретает особую актуальность. Многократно слышанные арии и мелодии в фойе способны укрепить мнение о причастности к нечто возвышенному. Каждому и каждый, как говорится, своё. Этой кухне, этой кухне, ещё раз, и ещё раз. Несмотря на стабильность в ассоциации, всегда интересен человеческий фактор. В этом году это парад дирижёров в фестивальных спектаклях, представляющих разные школы и способы самовыражения. Есть что-то от шоумена а-ля Марка Баэми до консерватора в сценическом поведении. Как мы можем наблюдать Плетнёв Михаил? Минимум жеста, никаких аффектаций, но это гений. И часто дирижёры прикрываются так называемым темпераментом, как я называю, дымовая завеса. Понимаете? Когда много шума из ничего. Так что это распознать надо. И именно у нас в театре это обкатывается. Впервые в галоконцерте выступили исполнители музыкальных театров России и дальнего зарубежья. Были и опробированы, не требующие никаких разжёвываний моменты. Опера должна поддаваться со всей мощью, будь то ярко-стихийные бедствия или эллигичные состояния природы. Отсюда и ассоциативный ряд концерта, который раскручивался как спираль. От минорных скорбных мелодий до набирающих темп и ритм композиций в мажорных тонах. 15 мая начнётся 28-й Международный Нурийский фестиваль. Он откроется премьерой балета на музыку Людвига Минкуса «Дон Кихот» в художественном решении главного балетмейстера Владимира Яковлева. Ожидается гастрольный спектакль. Рассматривается несколько вариантов театральных компаний и труп. 65-летию постановщика Георгия Ковтуна будет посвящён и хит последнего сезона «Золотая Орда». Дмитрий Пивоваров, Рустам Кадыров, Телеканал Эфир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова